Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Из-за уложенного вверх дном покрытия на умной площадке в Кирове возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в областной прокуратуре после проверки. При наличии вскрытых дефектов заказчик муниципальной оказенной учреждения Управления капитального строительства незаконно принял некачественно выполненные работы, не подлежащие оплате, сообщили в прокуратуре. Заплатили за работы, к слову, более 30 миллионов рублей. Теперь за это чиновники обвиняются в злоупотреблении полномочиями. Основательницу из инвестцентра освободили из-под домашнего ареста. Ирине Сибиряковой изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Предельный срок содержания под домашним арестом в соответствии с требованиями статьи 109 – 12 месяцев. У Сибиряковой этот срок истек. Теперь ей запрещено общение с участниками уголовного дела, потерпевшими сотрудниками КПК, пользование интернетом, связью, почтой. На заседании суда она также просила установить запреты на выходы из помещений с 23 вечера до 7 утра, чтобы можно было уводить ребенка в детский сад. В остальное время, по ее словам, выходить из дома без надобности она и сама не станет, так как побаивается потерпевших. Их более тысячи – все это вкладчики КПК, которая основалась Сибирякова, а затем закрыла, не вернув пайщикам вложенные деньги. Новая мера пресечения избрана судом до окончания предварительного следствия – до 28 августа. Многодетные семьи в Кировской области смогут получить компенсацию на оплату жилья. Документы на получение этой меры поддержки уже можно подавать. Дополнительную региональную поддержку, как и ранее, получат многодетные семьи, если средний душевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Сейчас в регионе она 13 753 рубля. Помимо компенсации расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, которая предусмотрена и сейчас, дополнительно вводится компенсация на оплату жилого помещения. Также сохраняется ежегодная выплата на покупку дров и единовременная частичная компенсация на приобретение счетчиков холодной и горячей воды, электроэнергии, природного газа в размере 50% от расходов. Мария Кожевникова, Новости экономики в Кирове.